В силу того, что я выбрал такой путь и работаю не только в клинике, не только с пациентами, но и пытаюсь реализовать какие-то амбициозные, может быть, инновационные проекты сферы цифровой медицины, мне часто приходится сталкиваться с ребятами, которые не обладают медицинским образованием, но достаточно активны и развивают какие-то проекты. И часто эти ребята просят встретиться с врачами, поговорить, особенно с врачами АЦАХИ, и практическими врачами поговорить, предложить им вот ту новую технологию, на которой они работают, которую они видят в какой-то дальнейшем бизнес-удачное решение, и они хотят узнать мнение практического врача. Вы знаете, не всегда это здорово. Все-таки практический врач не всегда может вам ответить, хороша или не хороша та новая технология, которую он еще не знает и не использует в повседневной своей клинической практике. Ну и тому есть несколько серьезных причин, почему так происходит. Медицина достаточно консервативная отрасль, и какие-то новые технологии, новые методики, они пробивают себе путь достаточно долгим, длительным процессом, где есть какая-то научная работа, исследования на животных, в эксперименте постановка какой-то проблемы, ее путей решения проведения клинических исследований, какие-то постклинические исследования, какие-то длительные-длинительные процессы, которые приводят к появлению этого продукта. И врач не привык, практически особенно врач, который просто оказывает медицинскую помощь, не привык доверять их, хорошо относиться к методикам, которые не прошли вот этот длинный путь, вот эту длинную какую-то клиническую апробацию, и не внедрились, и не используются своими коллеги в повседневной клинической практике. Этому есть опять же серьезное объяснение. Врач не хочет навредить своему пациенту, он хочет использовать в своей практике только те методы, которые помогут его пациенту, и он не может рисковать вот тем здоровьем своего пациента, который доверил ему, тем более жизни пациента, который приходится иногда держать в своих руках. Поэтому врачи работают достаточно в консервативной отрасли. Технологии, которые они используют, прошли длительный путь, и за этими технологиями стоят какие-то определенные бизнес-структуры. К примеру, фармкомпании, которые приходят к врачу и очень часто рассказывают о тех или иных решениях. И врач все-таки привык работать с уже имеющимися инструментами. Эти инструменты заинтересованными лицами внедряются как некие такие кейсы, некие клинические случаи, где вот есть проблема, есть аденома специальной железы, нет там, допустим, выраженной обструкции, назначаем альфа-блокаторы, есть большая железа, назначаем 5 АРИ препараты. И фармкомпании, и те холдеры, которые стоят за интересами тех или иных решений, они активно-активно приходят к врачам и навязывают свое мнение. Это происходит практически каждый день. Врачей со всех сторон атакуют вот эти представители медицинской среды, которые готовы продавать им какие-то новые продукты. И поэтому врач, находясь вот в этой среде, перестает мыслить творчески. Он относится к тому, что он делает, как к некому определенной последовательности действий. Есть даже определенные гадлайны, определенные правила, по которым он работает. Врач остается внутри вот этого вот сложившегося стереотипа поведения своего. Ему очень сложно представить, что он какую-то новую технологию, к которой пришел тем более какой-то человек, не обладающий медицинской экспертизой, не обладающий базовое медицинское образование, предлагает ему подумать о использовании этой технологии. Врач все-таки мыслит кейсово, мыслит какими-то конкретными клиническими случаями, навязанными ему фармкомпаниями, навязанные уже существующими на рынке медицинскими решениями, приборами, какими-то лабораторной диагностикой. И в том числе теми правилами, которые существуют в отрасли. Это в первую очередь гадлайны, это клинические рекомендации, это стандарты. Поэтому, приходя к врачу и спрашивая у него решение, скорее всего, вы не узнаете от него, прям не получите ответ, вот прям такой упакованный ответ, как можно использовать ту технологию, к которой вы с ним пришли, или какой может быть перспективный путь развития того или иного направления. Когда приходят к врачу с каким-то предложением поиска нового решения, какой-то инновационным проектом, это взгляд все-таки на проблему снаружи. А врач находится внутри вот этого грубо очерченного в период его обучения, становления, навязанного фармкомпаниями и какими-то гадлайнами круга. Он мыслит внутри этого круга. Ему очень тяжело посмотреть на проблему снаружи. Но очень он хорошо знает какие-то существующие проблемы, которые есть у его пациентов внутри этой отрасли. В связи с этим у меня несколько предложений. Как из этой ситуации выйти, как здесь найти правильный путь для того, чтобы все-таки стартап пошел дальше и привел к какому-то бизнесу успеху. Первое. Не ждите от классного практикующего врача ответа на ваши вопросы. Второе. Задавайте правильные вопросы. Задавайте, какие проблемы у него есть. А не спрашивайте у него, какие могут быть пути решения. Хотя некоторые врачи вполне себе могут быть и вам и предложить эти пути. Но не всегда это происходит. Большей части все-таки врач мыслит уже готовыми решениями. Пытайтесь собрать информацию о проблеме не только у одного врача, а у нескольких врачей. Интервьюруйте врачей. Общайтесь с врачами, которые находятся в той предметной области, на которой ориентирован ваш стартап. Чем больше будет врачей, тем больше вы узнаете интересного, полезного, правильных мнений, который поможет вам дальше найти правильный путь развития вашего направления. И четвертое. Самое, пожалуй, важное. Все-таки консультируйтесь и имейте в своей команде врачей, которые занимаются больше наукой, которые работают на кафедрах, которые мыслят немножко чуть дальше, чем обычный практикующий врач. Эти врачи, которые занимаются наукой, они в принципе ориентированы уже на поиск новых решений. Поэтому они достаточно тропны к тому, что вы придете с новой какой-то новой идеей. Берите таких врачей в свою команду. Спасибо большое за внимание. Специально для канала Эвэкей. До свидания. До следующих встреч.